Первый регион покоряет международные высоты. Брестская область представлена на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Здесь в эти дни проходит международная выставка форум «Россия». Часть экспозиции Большого павильона Республики Беларусь посвящена нашему региону и его достижениям. Профильный павильон Беларуси на выставке достижений народного хозяйства в Москве распахнул свои двери для гостей экспозиции, посвященной Брестской области. Нашему региону есть чем гордиться и что показать – от героического прошлого до природных богатств и достижений современности. Развитию инвестиционного потенциала Брещены способствует свободная экономическая зона Брест – одна из самых привлекательных инвестиционных площадок Белоруссии. На территории около 8 тысяч гектаров к услугам резидентов. Развитая инженерно-транспортная инфраструктура, способная обеспечить практически любые производства. Брещена – регион с высоким развитием интеллектуального потенциала. Каждый пятый житель области – студент. Презентовал область и рассказал об успехах тружеников различных отраслей хозяйства председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко, особо подчеркнув значимое достижение региона в целом ряде отраслей и открытость к новым контактам. Нам почетно действительно первым выставляться и выполнить миссию представлять наше государство, наш регион, который сегодня, в ближайшие месяцы будет демонстрировать свои хорошие достижения, высокую культуру. Области есть, что предложить на экспорт. Брещена производит 75% общего выпуска рыбы и морепродуктов в стране, более 30% колбасных изделий и 95% выпуска газовых плит. Все это мы готовы реализовывать и в регионах России. Уже имеющиеся контрактные объемы могут быть существенно расширены. И мы открыты к диалогу. Брестская область в России, конечно, ассоциируется с Брестская крепость, Беловежская пуща. Определенная цель – это разрушить этот стереотип и показать, что область гораздо многограннее, гораздо интереснее. И вот те российские представители, которые были, они, побывав во многих городах, там, от Пинска, Жабинки и всех остальных Брестской области, говорят, да там просто каждый город уникальный сгусток истории, современности, вообще какой-то непохожести. Брестскую область, как и всю страну с Российской Федерацией, связывает общее прошлое и геополитический альянс Союзного государства. Это формирует преемственности, укрепляет не только государственные, но и личные контакты. Бюджет Союзного государства выделяет средства на продолжение реконструкции Брестской крепости Героя и строительство Республиканского патриотического центра. 11 направлений, 11 объектов на год 24, 25 и 26 выделено 496 миллионов рублей. Еще раз подчеркиваю, для нас это важнейший, приоритетный, мы не можем сказать, что это гуманитарный проект, это проект наших душ и сердец. И понятно, что привлечены искусствоведы, привлечены реставраторы, привлечены специалисты самой высокой квалификации. На выставке представлены промышленные и производственные предприятия региона и областного центра. Достижения науки и технологий, а также инициативы в области культуры и молодежной политики. От Ассамблеи народов России и Брестской области передана уникальная карта Российской Федерации, вышитая мастерами-ремесленниками. Это символ нашей Ассамблеи. Вы видите, она висит у нас на сегодняшний день на поле ГДНК. Отдельным направлением для знакомства и взаимодействия первого региона с Россией и ее гражданами остается туристическая привлекательность Брещены. Прорабатываются транспортно-логистические вопросы в железнодорожном и авиасообщении с российскими регионами. Отечество от Бреста до Владивостока. Видим в том числе, это один только из элементов, реализацию этой концепции через прямой авиарейс с Владивостоком. Ну Минск-Владивосток, вот Брест говорит, ну почему Брест обделяют? Дайте нам тоже какие-то прямые авиарейсы с российскими регионами. Владивосток это вообще идеально. Гости выставки смогут ознакомиться с торговыми и производственными объединениями Бреста, узнать больше об инновационном кластере и деятельности свободной экономической зоны, с которой, к слову, заключено четыре инвестиционных контракта уже в первый день работы выставки. Уникальные природные и архитектурные памятники, места исторического значения и, конечно же, гостеприимные люди. Белорусский павильон и его Брестская экспозиция, как символ дружбы народов и развития государств, уже пришелся по нраву гостям выставки форума. А на Старый Новый год самые юные посетители павильона смогут пообщаться с пущанским Дедом Морозом.